Привет всем любителям пошаговых стратегий, надеюсь, финальная серия прохождения за Людвига Второго Баварского. Кстати, видите вы Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Ну, начало традиционно в плейлисте, если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите. Но в первых строках своего письма хочу немножко про самого Людвига... Про не самого Людвига Второго, я думаю, это вы можете в Целлопедии почитать. В Целлопедии, наверное, можете почитать, но лучше, наверное, в Википедии почитайте. Про способности Людвига Второго, потому что у меня уже... Ну, прохождение Ножка Россия на то несколько дней, мне уже стали писать к первым сериям, что, мол, Людвиг Второй имба, что там за 80, за 100 ходов на божестве побеждается туризмом. Я думаю, так и есть, действительно. Вот из-за его вот этой способностью, что он после открытия... Где замки? Где они? Вот тут. После открытия замков его вот это соседство... Соседство чудес, даже недостроенных, начинает приносить туризм. Никакие чудеса, вот просто чудеса, в принципе, приносят туризм постепенно с течением времени, но они не приносят изначально сами по себе от соседства. Извините, Тадж-Махал, то есть сколько тут у нас? Вот, восемь, да? Он восемь туризма просто так, даже когда недостроенный дает. Или рурка недостроенная шесть. И начинается это с замков. То есть, в принципе, да, вполне возможно так быстро победить. Я просто не понимаю... Вы понимаете, я к играм отношусь как к искусству. В них должно быть интересно играть. И я показывал вам, конечно, видео о том, как за Вавилон в самолеты выйти до нашей эры. Но зачем? Ну просто зачем? И то же самое за Людвига Второго. Круто, конечно, на 80-й ход на божестве победить. И один раз, да? Это какой-то прикол, но это не делает игру интересной, по моему мнению. Ну и в принципе, конечно, это довольно имбалансно. Вот в нашем прохождении. Я поэтому и не старался на культуру играть, потому что это тупо неинтересно. Я хочу, чтобы Цива, цивилизация, любая из частей, это ты развиваешь свое государство, а не победить как можно быстрее. Ну это просто всегда неинтересно. Ну не знаю, вот мне неинтересно. То есть, обмануть компьютер, я пытаюсь челленджи такие сделать, чтобы наша игра в Циву изображала квази-историю какую-то. А не для того, чтобы быстрее победить культурой, победить наукой. Это, ну не знаю, как на скорость собрать кубик Рубика. Ну мне это неинтересно. Просто собрать кубик Рубика интересно. А на скорость, ну я не знаю, зачем? Просто зачем? И делать вид... Возможно, я сделаю видео... Да не, я, наверное, не буду делать. Мне просто это даже неинтересно. Типа, победить на 80-й ход на божестве за Людвига Второго Туризма. Зачем? Или там вот, я видел, за Купе побеждали, по-моему, дипломатией, даже не поставив города. За Маурию, за лидера Маурии. Так а... А Цива тут где? В общем-то, где Цива? Да, с Людвигом Вторым опять они налажали его способности. Я вообще думаю, что, скорее всего, на сетевой скорости это легче сделать, потому что там, скорее всего, опять они не отскелили по скорости игры, вот эти способности его. То есть, по-хорошему, вот эти плюс два культуры должно удаваться на стандартной скорости, а на других, скорее всего, должно это как-то изменяться. Ну, в любом случае, имейте в виду, что за Людвига Второго можно туризмом победить там на 80-й ход уже. Потому что, действительно, слишком рано начинают действовать его вот эти способности. То есть, плюс два культуры это круто, а потом после открытия замков все бонусы культуры соседства дают еще и туризм. Но это очень круто. У вас все вот эти недостроенные чудеса начинают давать туризм тогда, когда его ни у кого больше даже нету. Ведь откуда обычно мы получаем туризм? От шедевров, от реликвий, шедевров и все. И от чудес он тоже идет, но только не от соседства чудес. Он идет со временем, накапливается как можно дольше. Вот, например, Эйфелева башня построена, она еще только три очка туризма накопила. Но сама по себе на каждый ход из-за способности Людвига плюс четыре туризма будет давать. А сама Эйфелева для любой другой цивилизации всего три очка накопленных. Накопленных только. Это еще со временем накопилось. То есть вот только некоторые чудеса, есть некоторые чудеса, заточенные на туристическую победу, которые сами по себе начинают давать туризм. Блин, еще их найти вообще надо. Да нет, даже, даже, да я не уверен, что даже есть такие. Наверное, даже и нету чудес, которые после постройки просто дают туризм. А у Людвига есть сразу после замков. Ладно, давайте к прохождению. Попробуем Анкару убить. Не должен у меня вроде Кирасиро убивать, но посмотрим. А вообще, давайте просто постреляем по этому чувачку, чтобы он меня не трогал. Хочу Анкару тоже разрушить. А, уберу свою рожу. О, я подорвал плотину, отлично. Попрещение шедевра, срыв, время выполнения заданий уменьшим. Так, тут попробуем украсть денежку. Тут мы уже все увидели, все плавали. Думаю, даже не с кем нам особо драться. Можно, наверное, уже обращать. Можно использовать этих апостолов на обращение. Городов. Там один заряд оставался уже, ладно. Аккад встретили. Здесь, может, лабул. Нет, не буду покупать пока. Так, тут космопорт сюда, давайте. В Дерахии. Некуда. Тут вообще в Дерахии ничего строить, просто... Так, а что там с оказанием помощи? Я второй. Мне надо вторым нормально быть. Мне очки дипломатической победы не интересны. Лучше тогда эти... А, что по великим людям? Да, торгов... Ну, вообще, торговца два хода. Ученые-инженеры. Турцовские гранты лучше. Я куплю уже тут канализацию заранее. Так, кстати... 8 на производство энергии все равно не хватает. А, нет, слушайте, хватает пока тут всем нам. Благодаря тому, что нефть пошла, тут хватает. Тут еще дамба достроена. Красота. Шик, блеск, красота. Надо, наверное, под лодочку нашу возвращать, чтобы в атомную. Ну, а с другой стороны, тут бросать ядерку. Ну, что, уран есть? Уран есть. Причем сразу добывается. Зашибись. Где-нибудь еще рядом. Нет, рядом больше нету. Ну, повезло хотя бы, что и у нас есть. Типа сразу изначально. Так, зоопарк. Построим просто. Так, я бы здесь дирайхи просто сразу выкупил эти клетки. Чтобы они наши были. И вот тут можно рабочего тогда купить. Так, что у нас торговец еще один возможен. Ну, давайте деньги украдем. До третьего уровня прокачаем. Тогда можно будет кого-нибудь в другое место посадить. Может, блин, реально отправим его на какой-нибудь остров? Сошлем. Ну, всякотина алюминий может тут еще уран. Давайте на алюминий его отправим. Если, конечно, успеет добежать до того, как затопит. Так, что нам следующее надо открывать? Подлодки пока рано. В спутнике нам надо. Два центра вещания, между прочим. Хм. Вообще, два центра вещания надо бы построить. Для ускорения. А, подожди. Тут он построен уже. Значит, один нужен. Где-то я еще театралку вроде ставил. Или нет? Или у меня одна театралка в принципе? Вообще, выглядит так, что, скорее всего, да. Да, ну тогда без ускорения открываем. Пойман, но он все-таки нейтрализовал. Сволочи. Блин, я не посмотрел, чего я шпиона. Что-то не прочитал, кто у меня это делал. Блин, четырнадцать клеток. Ну, эй, эф, я думаю, конечно, он убивает жителей. Но то, что он делает с клетками, это просто огонь. Просто что-то не... Нелегальное. О, блин, я же забыл. Действительно, я не забыл. Так, я могу уголь покупать. Я не мог строить железную дорогу. Кореец продаст мне. Уголь продаст. Вот так. Девушки отдыхают. Ну, нормально. 56 угля. Так, Магнуса мы в Мюнхен назначим. Продолжение следует. Или Космодпорт тут на 16 ходов. Не, ладно. Банк, гавань, пригород, они ничего-то... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Сидит в этом, да, сидит. Но они губернаторов убирают. Кстати, мне нужно еще одного шпиона сделать. Мне вот по этим ганзам, как я сказал, надо посадить. То, что губернаторов убирают тоже неприятно, но это лучше, чем они мне разрушат дамбу или ганзу. Любую, причем. Они мне все нужны. Так. Стоп, а что универ не строится? А, блин, я... Недостройка это, типа, жилья не хватает. А тут есть канализация? Есть. Так, давайте шпионы реально построим. Или лучше в Покровке. В Покровке побольше производства. Ой, не намного. Ну ладно, на один ход быстрее мы тут тогда. Шпиона, скорее всего, сделаем. За пять ходов, а не за шесть. Вообще, железную дорогу нам лучше закончить в следующую эпоху. Так вот потихоньку проводим ее. И, кстати, реально уголь не уменьшается. То есть, у нас сейчас равновесие в плане производства энергии. Действительно. Кто-нибудь в ракетостроение вышел сейчас? В начале хода глянем. Так, космическую гонку можно пока отложить. Я думаю, космопорт-то мы построим. Спутники открыты. Следующие у нас нанотехнологии нужны. Три танка. Да, три танка, кстати, можно купить вполне. Так, раз, два, два. Потом из них армию сделаем. И... Тут три. Блин, пострадал от стихийного бедствия, но не могу созвать. Не хватает... Дипломатических очков. На кого, кстати, у нас уже... Я уже первый, видите? Блин, реально, я вот просто... Ты ничего не делаешь для туризма. Вот я ничего не делал для туризма в эту игру. И... Практически побеждаем туризм. Поэтому я все прекрасно представляю, как можно на 80-й ход уже победить. Так, у нас... Наша культура Монтесума. А, только Монтесума и Александр, видимо, пока. Наверное, просто исследовательские гранты делаем. Инженер и так наш будет. Это ученое прикольное, чтобы быстрее открыть необходимые технологии. Рамзес что-то по городам-государствам угорает. Блин, хотел посмотреть, вышел ли кто-то в косы... В общем, сейчас достроим. Я лучше, знаете, что когда достроим космопорт первый, тогда и посмотрим, чтобы... Пострадал из стихийного убийства. Поможем чувачку. Ну, блин, я тут уже третий. Нифига там они наяривают Александру помогать. Да, прекратим шпионить. Блин, поймали нашего шпиона. Вообще, надо бы выкупить, попробовать к себе всех посадить. О, за нефть готова. Отлично. Так. Тут защищает. Нам в Кёльн надо перебросить. Так, вот следующим ходом. Главное, железную дорогу не построить до конца эпохи. Опять получим очки. И тут можно купить канализацию, я думаю. Блин, вот сюда Арсакхас ставится. А, ну давайте поставим. Никто не хочет строить его почему-то, а это все-таки опять же и культура, и туризм дополнительный. Все, мы тут чисто на улет уже. Чисто на улет. В принципе, в начале, конечно, было тяжело, но дальше вот да, опять во второй половине компы начинают отставать, и в этот раз как-то даже не очень развивались. Победа туризмом через 35 ходов, ничего не делая для этого. Может пропустить этого инженера? Не то, чтобы он... Будем надеяться, что он потом выпадет какой-нибудь на... На улет. Так, а этого мы можем сделать только в чужом... Блин, а она нам не даст прохода. Блин, а куда же нам... Слушайте, я забыл совершенно, что это ученый в чужом кампусе, то есть и нам нужны... Нужен проход, а нам из-за того, что такое к нам отношение никто не даст. К Александру Македонскому я хрен знает, как... Слушайте, а Эритрия изначально это... Я помню, что он присоединился к Византии, отвалившись по лояльности, но изначально это... Спартанский или Македонский город? Чё-то не помню реально. По-моему, спартанский он. Так, вот сюда осталось посадить, и мы практически защищены. Возможно, ещё в эту посадим. Ганзу. Ну, ещё и среди зулусов. Аншан встретили. Так, а шо это тут у нас за католицизм припёрся? Распространяться. Смотри, Рамзес не теряет. Слушайте, а может Рамзес хочет... Религии победить? Да не, вряд ли. У него, конечно, много городов, весь тот континент, но я не думаю, что ему может хватить 55 против 36. Ну, вообще, ему ж не 36 надо обратить, ему где-то 18 надо обратить. Сколько у него религии в ход? Вот так. 200. Да не, не. Давайте, может, инквизицию... Ну, опять же, в следующей эпохе. Просто можем основать инквизицию, и... На этом все потуги Рамзеса закончатся. Так, есть космопорт. Поехали спутник запускать. О, Карл Саган. Так, а там взяли какую учёную? Там ещё какая-то была. Нет, тут ничего на улёт не было. Блин, как же нам... Там, получается, к Александру только вот сюда можно попасть. И то, смотрите, как нас отправляют через океаны. Хорошо, а если к Зулусу? 13. Блин, вообще, трындец. Да, не очень удачный учёный. Получился. Вернём уже подлодку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Так, перебрасываем во Франкфурт. Потом у нас будет 5 шпионов. Вот 3 вот тут сидят. Одного я еще сюда поставлю и одного в космопорт. Подожди, а почему я на логистику промышленной зоны решил? А мне не надо логистика, мне надо ученых. Что-то я на логистику зачем-то... Эээ... Кого это убило? А, у нас войну объявил Рим. И что, подлодку мне завалил, что ли? Так, осуждает Ацтек. Так... Блин, надо... А давайте... А, по-моему, с Зулусом он и так в войне, Рим. Александр объявил войну Феодоре. Феодора объявила мне войну. О, но Феодора объявила войну. Так, ну у нас тут... У нас тут, короче, войны. С Феодорой в этот раз. Вообще у нас греков, обратите внимание, на... На нашем континенте. Византия, Спарта и Македония. Это же все Греция. Так, а кого мне убили все-таки? Беспилотника? Беспилотник убит монахом. А почему он тут стоял вообще? Он же был привязан вроде к... Странно. Был же привязан к... Арте. Вот, задание контр... Или находясь на родной территории, понижает уровень всех вражеских шпионов. Вот это вот что. Так. И от этого инженера отказываемся. Все, ждем, что нам выпадет... На космическую гонку. Так, шпионы мгновенно в вражеских городах. Неинтересно. На туризм. Плюс 50 туризма, чудес света. А давайте возьмем. Мне чисто проверить, неужели это и на соседство повлияет. 21 туризм. 21. А должен быть... Типа 16. Ну, получается, да. Типа... Да. Ну, это трындец. Конечно. Это что-то нелегальное. Да. Этого парня надо... Изменять как-то. Не, ну, с Византией мне не интересно. Мне не хочется, чтобы мне... Рим вот тут что-нибудь пограбил. Это меня беспокоит. А с Византией захватывать я ее не хочу. Так, флота водит. Ничего неинтересно. Что, куплю канализацию. Рядом с пригородом и рядом с рекой. Реально нигде не могу разместить. Так, надо железную дорогу-то доделать. Грабят торговцев. Хулиганы. Византийские гопники грабят торговцев. Много-много рульсов. Так, этого здесь. Этого я, наверное, переброшу в Берлин для космопорт. И еще один... Еще одного просто построить надо, да? Или он где-то строится? Да, вон, в Деррахе и строится. Окей. Блин, как ты тут оказался? Что за... Как он тут мог оказаться? Вот так вот по дороге как-то вот так вот прям сюда вбежал? Вау. Блин, а что я, сказать, эти истребители нифига не лечил? Да, блин. Семь уже проатаковал. Так. Кто у нас здесь? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ладно, откроем реактивные бомбардировщики, чтобы уже долетать везде. Все, опять напоминает, как сейчас в этой войне Россия зерно у Украины тырит. Так византийские ребята, блин, ну, обязан принимать. Изантийские ребята объявили мне войну и торговцев моих, которые к Ацтекам ходят, убивают. Танчик тут поставить, чтобы он больше сюда не пролазил. Можно даже, наверное, в современные апнуть. Контрразведка в космопорте. Ну, у нас практически все тут уже защищено. Еще три хода и реально... Фиг ты нам что сделаешь. Так, а можно как-то этих... Я их, наверное, обязан в аэропорт посадить. Только там они будут лечиться. Блин, а нафига Канди аэропорт построил? Интересно. Видели, чтобы у городов-государств вообще самолеты были хоть раз? Я ни разу не видел самолеты у городов-государств. Аэропорты вот так, как он строит, видел все-таки. Подожди, а зачем, правда? Тема. Да. Если отступили от праведного пути не стал католиком что ли как ты таликом католиком 3000 сила у рима 3 тысячи узулусов ну а дальше по 1000 вместе со мной так открыли всю карту изящную арку матер хоре так должны нам по идее за это дать 2 2 шедевра крест виноградной лозы все еще что-то должны были дать мы же 2 открыли наверное вот этот скунский камень дали скунский да и то что вы у скунса отобрали а то что он из города скун это был какой-то священный скунс которому молились и он слепил камень и вот он как священной религии его сейчас оскорбляю кого-то сто процентов даже не знаю что че че что за скунский камень такой сидим оскорбляем верующих еще одну караван разграбили так тут нам жилье взять негде проверим там по дипломатии случаем нет никто два дрона и атомная электростанция так два дрона можно просто купить дорого стоит но нам уже не на что деньги тратить раз и где у нас еще арта вот она принну надо покупать еще ускорим 2 дальше сэм или надо апнуть я уже потратил деньги на дроны следующим кодом катя кого-нибудь на кейс грешки войну объявили венеция только это венецианский самаркандский а нет чем-то на реву и на реву тогда надо наказать гуанский давайте тут тогда ему акведук сломаем и рудник рудник плывут а зачем я логистики промышленной зоны тут делал не знаю так торговец хреновый инженер ненужные вот только все ученые да так сейчас там поставим карточку на проекты если есть военная академия как в одессе у нас линкор тут при пригород ровно в том месте где можно было выплыв сделать красиво компьютер конечно говняет себе морские юниты каждый раз смотрю на это умиляюсь арсакхаз построили 15 процентов к разработке космических проектов ну наверное кстати алюминий и нефть можно убрать потому что что нефть и что алюминий у нас завались что вместо него вот это единая космическая программа вот уголь нам нужен я не пойму лечится биплан или нет что надо сделать чтобы он лечился мне такое ощущение на бипланы не лечится ни хрена хотя должны так перебрасываем в мюнхен и последний незащищенная ганза у нас как мне к золусам пробраться блин так а так да вот 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 так ну и в принципе можно еще рабочих поднастроить но нам нету некуда спешить ускорять космические проекты пока у нас не открыты последние последние техи ух ты генералов нету давненько я такого не видел о и королев нам достался зашелись так есть королев блин сто процентов тоже вот теперь нам надо на логистики промышленной зоны делать ваншан еще закинем у нас на двух на два последних проекта получается будет то есть королев уже есть еще будет карл саган то есть я наверное вот это построю а дальше буду просто использовать великих людей все там даже из берлина наверное не надо всех запускать я буду сейчас уничтожать города византии чтобы она страдала смысле требуемый район поврежден то есть я не могу покупать потому что центр блин я выкупил эти клетки чтобы именно выкупить блин а я не знал что так работает честно говоря типа раз затопли может следующим ходом но как-то порсала отвалилась это где мне нифига не работает ну и я не могу его починить здесь я куплю рабочего может получится вот он как знаете как чиниться центр после того как там не центр чиниться там убирается загрязнение после ядерки мне наверно не получится в итоге так все вот теперь нас полностью мы защищены от каких-либо поползновений поломать нам улет кайф от улета да блин можно выстрелить пожалуйста спасибо спасибо не буду союз продлевать с александром я уже тут сам себе закинулся бумагой и сам себе звезда так а чё это у нас тут византии всю пехоту вместо чтобы дерахи атаковать он пытается она пик лейзе били в а руль и сингтой а дуэйвов до фьючер ракетный крейсер она еще почитать логистику а не вылечился смотрите тогда ладно все-таки в аэропорт когда отправляешь а он сам потихонечку лечится окей так а как нам в общем-то адресу забирать достаточно золото а а а а а а а а а убиваются мои танки это очень похоже опять же на атаки тихо вагнеровцев самоубийственные а бы лишь уровень взял так давайте мы его так купим не или не подожди у нас идут 41 ход культурой и да и 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 византия знала как с нихрена нападать же самое с инстополукой будет и прочими и прочими а блин рим достал да и маргарит мид проведет симпозиум у зулусов экспедиция отправлена два производства торговых путей это круто электронная коммерция вместо треугольной торговли ставим убилась да это бывает если вот в пятерке наоборот если вам нарисовано что максимум здоровья и у города и у юнита уйдет при атаке то город все равно захватывается у юнита остается один хп шестерки наоборот если пишется что и и город полностью его защита будет снята и у юнита тоже то юнит будет юнит погибнет а город не будет захвачен блин все забываю железную дорогу провести не первая в мире кстати так запуск колонии на марсе чисто королев делает так мы у нас последний осталось который еще не открыто к сожалению кибернетика открывает это робототехника и там кибернетика давать на может робототехнику сначала что на где-то здесь нам конечно все надо открывать потому что здесь ладно давайте кибернетику открою вдруг а вдруг она по очереди но обычно все надо открывать так что там с логистикой но вроде следующим ходом должны взять так что лучше переключим на исследовательские гранты не знаю что тут в византии в меня об меня решила самоубийца зато дирахи открывается место для развития и фуэринге сентябрисы вайдер и кипска был же флотоводца можно было взять странно а 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 Продолжение следует... 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 Так, синтетическая технократия... Продолжение следует... 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 Ученый крутится к кампусу этих зулусов. Так, Рамзес осуждает. Ну, он видит, что уже все тут. Людвиг красавчик. Людвиг красавчик и... Как его? Оп! Напоминаю, что вынужден принимать условия ГГшек. ГГшек. В принципе, они все уже ГГшки тут для меня. Нанимаем. Нанимаем. Да блин, опять поймали нашу ученую. Так, а где у нас лотоводец появился? Здесь. Следующим ходом... Используем... А, подождите, ли это нам нового ученого дали? Нет, Маргарит Мидт, да. А где наш новый ученый? Вот тут. Следующим ходом... И запустим улетание. Так, что тут за монахи Шаолинь? Ты не Шаолинь тут. Используем. Продолжение следует... Блин, опять у меня висит... А, нет. Подождите, а где он? О, вот тут. Думал, опять висит... Дрон остался без пушки. Вообще, кто-нибудь в космопорт вообще вышел? Что-то в этот раз... Ну, а не совсем как-то... Нет, 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 нет. Блин, как-то в этот раз... Ну, просто беззубо. Просто беззубо. Они даже не рядом с космопортами, в то время как я уже запускаю последнюю... Все, и нам остались, видите? Два хода до... до ускорялок. Все. Промышленные зоны дают... Плюс 10 туризма. Смотрите, я тут еще и по культуре... Очень даже недалеко сейчас получилось, потому что... Промышленные зоны дают плюс 10 туризма. Это у нас... Ну, сейчас до хрена должно добавиться. Промышленные зоны... 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 Продолжение следует... 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 Походу даже ядерку не успеем ни в кого запулить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поубивать тоже приятно... Знаю, откуда Рим... Такой флот наделал... Главное, зачем... Продолжение следует... 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 Да, минус Минус все подлодки там Трояну помогать я не буду Так, а сколько, собственно Нам осталось Так, давайте глянем, хоть кто-нибудь в ракетостроение вышел Нет, охренеть Так 8 световых лет заход преодолеваем Пролетели уже 12 Надо 33 с половиной То есть это 21 с половиной Следующий будет 20 Но еще в ход будет не 8 А 3, 11, 12 Ну сразу через два хода Через два хода победа Следующий будет во всех кроме одной до культурной победы 10 ходу до 1 маргарит мид сдается она ник не сможет проникнуть ни в какие кампуса чтобы получить я просто удалю этим городом заниматься ну давайте наверно итоги подводить да людвиг выглядит очень мощно и в сетевой он будет выглядеть еще сильнее потому что у компьютера все-таки есть бонусы на строительство чудес и он некоторые чудеса реально очень быстро строит вы никак не сможете это помешать а вот сетевой не так много чудес строит и то что людвиг может недостроенные чудеса использовать для победы через туризм просто очевидно это очень мощный бонус меня больше расстроило что опять ну то есть я конечно тут в начале было сложно со скифами то тот факт что надо агрессивные цивилизации ставить это да но если они если цивилизации не напрягают игрока военкой сидят развиваются у них них ни хрена не получается что это вот за развитие что что вот на этом континенте узулся все зашибись вроде как выглядит общем так хреново опять там советуют некоторые опять моды на 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 сложность попробую в следующий раз против компа игра ну вот прошлое прохождение за рамзеса сложнее и по моему было нет было точно сложнее не особо даже до конца не было понятно убиваясь тут поставит город все-таки блин какие еще надо узнаю условия челленджи сделать чтобы я не хочу мне не интересно как я вам сказал там быстро и туре победа туризмом быстрая победа наукой не интересно что в течение партии было сложно чтобы меня нападали да не давали как-то развиваться так не приходится ограничивать там не торговать не соглашаться на все их сделки до чтоб типа сложнее было но это же не совсем то даже если даже если при этом вот сейчас эти вот в этой партии обратите внимание в прошлый когда я за рамзес сыграл куча было предложений типа продать ресурсы там за какие-то деньги вход в этой партии этого практически не было кому два предложений все видимо из-за того что какие-то плохие отношения со всеми были возможно нового торговля все вы то есть не практически компьютеры ничего не предлагали так я думаю что следующим ходом у нас победа уже будет это а а а а а 13 до следующим ходом победа тут уже пофигу что строить куча могла быть еще ядерных ядерных бомб но улетаем улетаем и такого византии в синтетической технократии византии в синтетической технократии но даже не вышли в космопорт никто из них еще раз проверяем мы улетаем нет вот мантезума мантезума единственный вышел прошлым ходом в космопорт только вышел даже не строил это какой-то за может какой-то сбалансировано не всех агрессивными ставить каких научных ну то есть мне кажется надо было фридриха барбаросу поставить он обычно неплохо на науку ну и просто сравнить как как они двигаются ну тут просто как-то без шансов мне кажется то есть во первых ну начальное вот то что я отжал тут поселенцу у скифов и поставил города это конечно мне дико помогло и вот эти войны то есть это ограничение потому что тут у меня была куча места и соответственно за счет этого я мог развить но я смотрю у остальных тоже довольно много носите у кореи зашибись место у спарты зашибись место у зулусов зашибись место вот византия с ацтеком и с македонии немного себя подселяют ну в общем предлагайте в комментариях какие-то настройки пальто что мне интересно мне интересно найти какой-то настройка партии против компьютера чтобы это было вот тут типа интересно сыграно вот вроде челлендж когда всегда говорит да прикольный но в этой партии как-то он хуже был чем по моему чем вот когда за рамзе сыграли как-то не так сработало как хотелось возможно потому что все так меня ненавидели поэтому особо и не торговали со мной какие каких соперников поставить что что сделать возможно знаете что можно попробовать но во первых моды еще посмотрю тоже рекомендуйте моды на сложность а еще можно попробовать реально сделать игру где все компьютерные соперники в команде против меня то есть их всех в команду поставить я один она берет 10 до это на 10 же было раз два три 4 5 6 7 8 9 но и 1 скиф уничтожен ну или на стандартной карте где нас 87 компьютеров в команде сидят против меня я один не факт что постоянно война должна быть но в команде они то есть я объявляю войну то объявляется война всем возможно но предлагайте в комментариях а на этом все вот такая партия вот такой людвиг 2 играйте в умные игры слава украине желе беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео